Царю Небесный, Утешителю души истинной, Иже бездесный, И вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю, Иди селися вны, И очистены, и всякие скверены, И спасти Боже души нашу. Отец наш Небесный, мы просим Твоего благословения на эти занятия. Благослови нас, Господи, насади в наших сердцах веру в Тебя через Слово Твое, чтобы нам знать Твой путь и не уклониться ни вправо, ни влево. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Отецами, Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание Пессалоникийцам, Святого Апостола Павла, 2 глава, 19 стих. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не выли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Толкование. Это ли не слова пламенеющих нежнейшей любовью матерей, разговаривающих с малыми детьми? Ему недостаточно было слова венец, чтобы показать свою пламенность, но Он присовокупил и похвалы. Ибо на вас, говорит, я надеюсь, что ради вас подоблюсь великого дерзновения перед Христом и радости ради того самого, что вы и ныне есть, и тогда будете для меня венцом похвалы, то есть венцом блестящей славы. В Пессалоникийце ли одни твоя надежда, святой Павел? Нет, не одни. Поэтому и сказал, и вы, показывая, что были и другие. То есть, он говорит, не и вы ли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? И 20 стих. Ибо вы, слава наша и радость. Толкование. Как славно привести такую церковь ко Христу, и притом столь благоискусную? Вопросы? То есть, нет больше радости для учителя, когда ученики Его ходят в истине, да, во Христе. Ну и, как на прошлом занятии, и нет печальной известия о том, когда твои ученики, твои дети духовные уклонились к истинному пути. И поэтому, Павел, дальше мы будем читать, а вопросы у нас не возникли. Павел пишет, столько похвалы к Хисалоникийцам. Ничего он это делает. Утвердить или поддержать, или поддержать нужно. Ну, смотри. Пока похвалой показываем. Да, сейчас мы дойдем. Причина какая. Многие колебались, сейчас будем читать, что Павел был виноват. И им тоже были гонения. И сатана всерял такую мысль, что, может быть, перестать заниматься благовестием, страдания сейчас начнутся. Многие же во времена гонений в России отпадали от Христа по причине страха. Страх. Человеческий страх. Поэтому Господь предупреждал нас, не бойтесь убивающих тело. Бойтесь же того, что и тело, и душу моют. А тело, это как одежда. Одежда, ну, тело, сожгни одежду, душа-то отсталась. Получается, что Павел подчеркивает ихнюю веру, для того, чтобы они укрепились в этот момент. Укрепились в уговании своем, что Павел... Дальше он посылает ученика своего, Тимофея. Все равно Павел, он переживал, он очень сильно любил Фессалоникийцев. А сам прийти не мог. Но до него, видно, доходили слухи, что были такие колебания из-за того, что он в тюрьме сидит. И далее читаем. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, 1 стих. И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни. Толкование. То есть, избрали и предпочли. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 2 стих. И послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей толкованиях. Такова забота святого апостола Павла об учениках, что когда он сам был удерживаем какими-нибудь стеснительными обстоятельствами, то посылал других навестить своих учеников. Это же сделал и тогда, послав Тимофея. И говорит о нем с такой похвалой, не столько его возвышая, сколько воздавая им честь тем, что столь необходимого в такое время он отвлек для них от дела служения сотрудника благовествования. Так как фессалоникийцы смущались тем, что учитель их подвергался искушениям, то они имели нужду в утверждении и утешении, чтобы не отстать от веры. Ибо немалое смущение для учеников составляют искушения учителя, подобно тому, как для воинов раны вождя. Порожок пастори рассылся. Ну да, он берегал от этого. Да, и многие на христианах насмехались. Вы верите в распятого. Да как Бог мог позволить сыну своего, чтобы он был распинаем. Да, он распят, но он и воскрес. Дальше-то почему вы не думаете. Не многие колебали, что раз апостол Павел на вузах, он может нам бросить все это. Вера какая-то страдает. Зачем это? Уложить свое удовольствие. А и он, будучи в вузах, сильно за них переживал, чтобы у них вот такое вот брожение не возникло. И поэтому посылает ученика своего Тимофея, чтобы как бы и разведать, как там у них дела обстоят, много ли таких колебающихся. И лишний раз убедиться, что все нормально, что они в вере выстинной стоят. И дальше он и говорит. Первое, Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих. «Чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено страдать». Апостол указывает здесь, какую пользу именно принести им утверждение от лица святого Тимофея. Это говорит, чтобы не приходили в смятение, то есть не падали духом и не расслаблялись ввиду моих искушений. Ибо дьявол, когда улучит благоприятное время для искушения, колеблет не твердых напоминанием прежнего покоя, чтобы они отстали от того, что было причиной скорбей. Некоторые же говорили, что колебаться-смущаться поставлено вместо возбуждаться. Метафора, взятая от собак, которые, когда ласкаются, машут хвостами. «Дослышим, что христианам суждено скорбеть, ибо не об одних апостолах он сказал сие». Итак, когда мы на то назначены, то что нового, если мы испытываем скорбь? Поэтому мы должны оставаться невозмутимыми не только от прошедших искушений, но и будущих. Это нам более должно быть свойственно. Ну, в деяниях 14.23 апостол Павел об этом и говорил, как он в послании вот пишет, что «многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие». То есть мы без скорбей никак уже не обойдемся. А может, тут надо добавить, а в каких скорбях ничего? Скорби-то много разного. И скорби-то много видов. Говори. Ну, чтобы кто из вас не пострадал, как там, за кражу, за какие-то другие какие-то либо, ну, это неблаговидные поступки, а как христианин, именно как христианин, то есть запроповать Евангелие, тогда да, именно. Гонение-то из-за чего происходит, в основном? Когда проповедуешь? Страдания, гонения, гонения. Сейчас не гонят, сейчас великая свобода. Сколько-то все равно существует. Такой вопрос. Скорби. Может, у сестер знает? Какие скорби? Видов скорбей очень много. Каких скорбях, говорю, доходят? Давай. Я просто единственная столкнулась с таким, у нас женщина, она тоже верующая, и она переносила скорбь от мужа. Она все терпела. И я думаю, что вот это тоже скорбь, потому что как бы гонение, на нее возник такое, что почему-то в храм ходишь, почему-то. И она постепенно, постепенно его получала, ходила в храм, чтобы, ну, умягчало его сердце, и старалась посещать храм, участвовать. И она говорила, что бы я не выносила дома, как только я через порог перехожу, для меня все сияет, для меня Христос впереди. Значит, сразу разделение. Только христианские скорби, разговоры о христианской скорбе. Не о том скорби, что ты потерял имущество, или что на твое я наступили, или еще что. Вот именно христианские скорби. Скорби – скорбь о ближних, о подпадших от Христа, о ушедших. Вот эти, наверное, скорби. они очень болезненные. Ну, здесь как раз обузов, только обузов, говорит Христа. Их посадили за проповедь, и ученики могли испугаться и перестать проповедовать. Соблазницы, да. Сегодня, Игнать Тихонечко говорит, Христос – камень впечатновений и камень соблазнов. И Христос сам говорит, «Ты блажен, кто не соблазнится, а мне». А как соблазнится? «Ой, верят в какого-то распятого, этих все в тюрьме сидят, их гоняют, их сжигают, они там как овечи какие-то. Зачем нам такая вера нужна? Будем с волками жить по волке, быть, будем мы сами все вернуть». Тут опять возвращаемся к Скорбента. То есть, Христос-то что именно имел в виду? Что соблазняться? Потому что он у иудеев считалась крестная смерть самой позорной. А такие чудеса, такие исцеления, которые делал Христос, он вселял в них, что он Бог. Где-то он и говорил, чтобы люди не возвещали, то есть, молчали исцеляющие. Чтобы не сообразнились на нем, что как Бог, то есть, у них они плотские были, у них плотской ум был, не посвященный Духом Святым. Будет их, наверное, соблазнен. Давай, слушай, 1 Фессалонкистам, 3 глава, 4 стих. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать. Так и случилось, и вы знаете. Толкование. Великое утешение для учеников в том, когда учитель наперед сказал им о скорбях. Ибо впоследствии они не смущались их, как неожиданных. Поэтому и Христос говорил апостолам. Я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили. Читаем Евангелие Атана, 14, 29. Не это только Павел сказал им, а и многое другое, что также сбылось. то есть и Христос предсказывал о своем распятии ученикам, но они тогда не понимали, о чем он говорит, что суждено мне быть отвергнутым, распятым, в третий день воскресным. И апостол Павел так же, как Христос своим ученикам предсказывал нас будут преследовать, все желающие жить благочестиво будут гонимы и скорбь от того, что ты понимаешь как христианин, что ты несешь истину в свет, а тебя гонят, не принимают. От этого скорбь одна, а скорбь другая, когда твой брат, который верующий был, вставал на сторону, предавал Христа. То есть Павел он был гонителем, стал христианином, а многие же отвергались из-за этого. Веры Христовой из-за гонений соблазнялись, пугались, пугались, страх. Да, да. Давай. Вот, Евангелие от Матфея 7,13. Ходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий погибель, и многие ведут ими, потому что эти сны врата и узл путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. То есть говорится о том, что есть скорби произвольные, есть вольные, или правильно сказал, есть скорби, которые Господь опускает, гонения, скажем там, притеснения, а есть вольные, человек сам себе как бы урезает в чем-то, то есть меньше ест, меньше спит, в чем-то ограничивает себя, чтобы он был похож на христианина, чтобы он с виду был как человек, нормальный, не как пузырь какой-то огромный. От ковол типа, Да нет, ну понятно, да. Разве это скорби? То, что человек себя сам ущемляет, пребывает в чрезмерном посте, это скорби, разве? Нет, это не скорби. Скорби, наверное, то, что Бог попускает. не ждешь, а приходит. Ну попробуйте как бы в том, в том, в том, в том, в том, в том, это борьба. Что попробовать, Никита? Поститься? Ну да. Не доедать? Вообще не есть. А, вообще не есть. А где заповедано в Евангелии вообще не есть? Нет, это по добровольности берет. Ну так это не скорби. Бывает и подвозь-то. Это желание человека самого избрал, он такой путь, и он идет этим путьем. но если нет гонений, то как ты себя проявишь? Что-то ж надо себя почувствовать. Ну хоть сам себя погони, да? Потому что жениться надо. Жениться надо. А скорби начнутся. Тогда живо. День не стоят. Хочешь скорбеть, женись. Настоящий скорбей. Дети, семья. Лучше не есть. Это уже путь. Если мы говорим о скорбях, это уже путь. Не есть, это по сравнению это так. Цветочки. Так, ну шутки шутками. Идем дальше. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 5 стих. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд наш, долкованец. О, Павел, если ты предсказал им, что будешь терпеть скорбь, и что им не следует тревожиться за эту скорбь, то зачем ты снова посылаешь? Оказывается, что ты еще не вполне доверяешь им. по великой любви, говорит, делаю это, ибо любящие опасаются и за то, что безопасно. Вместе с тем и искушений было много, и чрезмерное множество бедствий устрашило меня. Потому и не сказал, заметив вас нечто, я послал, но не терпя более, что происходит от любви. Здесь некоторые спрашивают, почему тот, кто восходил до третьего неба, кто слышал неизвеченные глаголы, читаем об этом 2 Коринфянам 12.6 не знает, что происходило с фессалоникийцами, но посылает Тимофея узнать о вере их. Можно сказать, что не все знали и святые, жившие до Христа и после Христа. Не все знали. Ибо и Елисей не знал о жене Санамитянке, читаем 4 Коринфянам 4.8 и Илья думал, что он остался один. Дети, слишком шумно. Илья думал, что он остался один. Между тем, как было еще 7 тысяч других. Третья царь 19.10 И прежде их Самуил получает наставление не обращать внимания на лицо старшего брата Давидова. Второе царь 16.7 Так и апостолы не знали всего. И это было по особенному попечению Божию, чтобы они не сами они не превозносились, ни другие не думали о них слишком много, и чтобы последующие христиане не могли говорить, что они совершали подвиги добродетели, будучи выше людей, а поэтому сами предались бы беспечности. Напротив, чтобы мы знали, что и они не всегда надеялись на помощь Божию, но совершали подвиги собственными трудами. И я, не предполагал, что вы поколебались, разве только потому, что подверглись искушениям. Видишь ли, что смущение в скорбях есть дело дьявола, и в особенности, когда они соблазняются вследствие того, что другие испытывают несчастье. Так он поступил с Иовом, смутив его жену тем, что тот страдал. Впрочем, дьявол искушает, не зная одолеет ли, что видно из примера Иова, однако, будучи бесстыдным, он нападает, если видит какую-нибудь слабость, остается и выжидает, если же видит силу, отступает. Если бы они уклонились, о, Павел, что тебе, твой труд не останется без полной награды у Бога, однако, говорит, по причине сильной любви, я считал труд мой потерянный. Вопросы? Почему вопросов нет? Почему вопросов? Да, и ты даже по скайпу задаешь вопросы, как будто никого нету. Вот у меня сразу вопрос. Тут написано так, и апостолы многого не знали, и Бог промыслительно это сокрыл. А мы к ним будем обращать. А что апостолы сказали об этом? Ничего они не сказали. Почему? Сокрыто было. А почему Златоустий сказал? Сокрыто было. Они ничего не могли сказать про то, что вот это есть, и одним раз они вообще ничего не могли сказать. Знания их в этом были только на уровне того века. В след придут другие люди, которые что-то будут открывать в устройстве человека, в устройстве общества, в устройстве вселенной, они ничего не могли сказать. Аси говорили, говорили, ошибались, брали лишку себе. Это Серафим Таровский говорит, я как-то ошибался, когда Дух Святой меня покидал. Я же покидаю. Что спрашивают-то? Главное-то указано, что спасение, путь указан. А теперь мы будем у них спрашивать про то, о чем даже они не догадывались, что это будет когда-то. Интересно, это было, сейчас я скажу, когда примерно в 65-м году я беседовал с Сустином Александром Ивановичем, Болодя, который живет, его отец, потеряльки. И он говорил, я, говорит, у Ефрема Сирина считал, что перед кончиной мира человек зайдет на Луну. В то время еще на Кавону на Луне не было, еще далеко до полета Аполлона, далеко до на Элла Рамстронга. А уже было, я говорю, сразу написано. Но с этим связано, говорит, вот какие события должны быть, считает там Андрей Кисавистов. Я этого не знал. Вот у меня начаток пути был, у меня ни книг не было, ничего. Но я опровергать не стал. Я знаю, что расстояние большое, и это это очень непросто. А как он сядет там, а как он взлетит с Луны-то, это, считай, сотни тысяч километров. Как оно будет? Об этом что, километры, это я уверен. А что, сядет, как, не знаю. И вот, когда уже пришло, что Аполлон там был, и первое, Ильвин облетел вокруг Луны, считай, и показали, что там за Луной-то, то это я понял, где-то рядом. А вслед за этим, я говорю, перед самой кончиной мира. Что значит перед самой? Ну, не знаю. Я не обладаю даром пророческим. Но вот это он мне говорил. Я и прям сильно насчитывал, но у меня этого не было. Там, дома два было, а их шесть. Поэтому. Даже издание имел был. И то они полное. Полное, это вот патрология менее. Там все. Поэтому. Они не сказали, поэтому мы можем тут теперь говорить. Ничего мы не можем, кроме новых открытий сделать. Устройство космоса и прочее. Надо написано, Бог и не открыл. И все открывает. Для каждого поколения что-то. Не дали, когда был еще маленький, я слышал, что полностью исследовали фауну. В Австралии, даже новой, нашли сумчатого волка. И там все было прям мало. И наконец, сумчатые животные, сумка только к генгуру, но волк был еще такой. И рисует, какой он был. И я пришел, еще все открыто. Я теперь, я говорю, я себе думал. Я пришел, а открывать нечего. Все открыто. Я так и думал. Вот там-то герой, где, вот если бы война-то была, я бы на стороне белых был. орленок-орленок, зайти выше солнца и степень с 500 людей. Вот я думал, я буду там, вот так же буду на расстрел, меня коммунисты поведут. Нету. А потом-то я понял, у меня борьба будет каждый день. И борьба с большим противником, чем коммунисты. С самим сатаною, который двигал коммунистами. Борьба с самим собою. И это на всю жизнь, и ежедневно. И покоя нет, не идем, не ночью. Вот когда мне это приоткрыл Господь, я бы думал, в свое время родился. А вот на этом поприще, вот книги и прочее, трудись, открывай, что тебе Бог откроет. У меня изобретательского таланта никакого никогда не было, совершенно. Я только имел желание освоить. И что освоено, изучал и делал. Вообще намертво отсутствует талант изобретателя. Я не ровщу, не дону, и мне надо изучать то, что люди изобрели машину. Ты вот разбираешься в машине, а новой ты не изобретешь ее. А новой сейчас, которые готовят, смотри, насколько необычны аппараты, какое движение. Показывает он, допустим, в Китае сейчас поезда идут, и сколько там, ну, 300 или чем тоннелей, со скоростью 200-250. Невероятная вещь. Ну, это так, поезжай, увидишь. То есть, это 50, рельсы не выдержат. Выдержат, там, другое устройство. И показано, как люди садятся. А я не верю. Ну, съездить можно, проверить. Понятно? Надо научиться смирять себя. Я по горам лазил много, а вот на такую вершину не лазил, это не моя. А вот до этих околочков, вон до той белой, до первых камня, до этого, тут я долазил. А тут мы шишки били, били, шишек набили, человек один приехал, мы там работаем, в Восточно-Казахстанской области, и говорит, мясо коровья привез. Ну, мясо коровья, так это что, телка, я знаю, посли. Я ему мешок отдал, полтора мешка набил, я шишек отдал, ну, еле хорошее. А потом один подошел, мясо-то хорошее, я говорю, очень. Так это не медведи заболели, никакой коровы-то и не было. Фу ты. А у нас-то нельзя, мы старообрядцы, это погонь считается, ну, что, во рту пополоскал рукой, водой, ну, нельзя есть. Какой-то не развоеный, швачки у него нет. Я тогда Евангелия не слышал, я знал, что нельзя, погонь. У нас кроликов не держали, никогда нельзя, даже думать нельзя было. Журавля убил, нельзя есть. А уж про лягушек и говорить не надо. Понятно, знания. Мало знания. Я благодарю Бога, что мне не дону. Вот самое главное это. Я старался изучить, книжки доставал, радиоделы, все остальное, что хотел, то я и изучал. И даже мысли не было что-то изобретать. Никогда. сравнивал одно с другим, там, лучший вариант, тут я еще мог. А сегодня, еще не знает, еще там, ну, прямо мизерно, спорит, намертво стоит. Я говорю, ну, ты сам-то хоть что-то пробовал? Нет. А почему споришь? Общественное мнение такое, у всех одинаково, все понимают, одинаково, что Бог есть. Почему ты говоришь, нету? Ну, из глауреатов Нобелевской премии, 98, кажется, процентов, которые нынче, тогда было 90%, верующих в Бога. Ты-то сколько знаешь-то? Настерин Штейн верил, что Бог есть, а ты-то почему не веришь? Вот на меня авторитет этот действовал в том смысле, что подтверждал то, что я верю. Я так залезу в горы далеко, что с тех пор туда стали ходить и стали этот камень назвать камень Игнатия. Как будто я первый туда дошел. А там совсем ничего, даже и снегов еще не было. То есть я дошел до этого ельника. Ну, давай. Я немножко дополню, Игнать Игнатий Игнатий. Я вчера читал Василия Великого о сотворении Шестиднева. Ну, немножко прочитал там. И он говорит, что, например, Бог сказал, землю устроена в водах. Он говорит, ты не размышляй над этим, потому что неизвестно же. Ты начнешь задавать вопрос, а воды на чем стоят? И так, говорит, до бесконечности. То есть если закрыто, говорит, от нас, не надо, говорит, об этом думать. Так же и о небесах, как они, что там происходило, то есть как по существу Господь их творил. Мы же этого не знаем. Моисей сказал, небо, земля, все. Бог сотворил. Успокойся на этом, что тебе известно. Когда колодец копаем, новая глина, которая, и она прям вся в жижу, жидкая каша. Ну, до этого, почему она не размокала, когда там вода была так? А если бы вся там размокла земля, вся бы все провалили в жижу, бутонули, и все. Вот это для меня была тайна. Я сокрушался. Как же я живу на такой земле, где вода. А вода, значит, а там глина, камня у нас нет, в Алтайском крае. Ну, ты копал, колодец, знаешь. Как только копаешь, она жидкая, а до этого какая она была? И вода-то там бы была. Почему она не размокала-то? Она превратилась в жижу, а на жиже ничего не устоит. А тут с машиной ездит. Это тайна. Ира Фессалоникийцева, 3 глава, 6 стих. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть, о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас. Толкование. Простите. Занятие идет. Толкование. Я, говорит, ожидал того, что случилось противоположно. Обрати внимание на великую радость Павла. Не сказал весть, но добрую весть. Столь великим благом считал он твердость их вере. и радовался их любви, потому что она была знаком их веры. Вспоминайте о нас с похвалами и одобрением. Послушайте, ученики, и научитесь всегда сохранять добрую память о своих учителях, ибо этим вы доставите пользу самим себе, а не им. Весьма великое утешение и радость для фессалоникийцев составляет то, что Павел знает, что он любим ими. Это еще более воспламенит в них любовь. Ты помнишь свою первую учителю? Нет. Нет? Нет. Вот это да. А я помню, Лариса флегонькина добрая такая была. она напечатала пятерочки вот таким штампиком и правильный ответ сделала, что на пятерочку. Я домой лишу, полный кулак этих пятерочек, чтобы 10, 15, а у меня и мы копили эти пятерочки. А соседка пришла, у меня мои пятерки украла, девчонки. В школе? Да. В школе лишили двое. Мам, сегодня нам тройку поставили, а так же на двоих одну. А за что поставили? Спросили сколько у лошади ног. А что вы ответили? Я сказал три. А за что поставили? А другие ответили две. Совсем меньше. А к чему ты повел про учителя? Ну, толкование, что когда ученик с благодарностью относится к учителю это для него польза. А сегодня дети училка хамьё. Хамьё одно. Там посмотришь, там они над учителями издеваются, это уж бедные учителя. Как они все это терпят? Вообще скоро за нищенскую зарплату терпеть хамьё. Я вот пошел преподавателем, я два дня, я не выдержал больше. Они не хамили мне ничего, они просто сидели и не слушали. Все преподавал. Кинология еще. Я вот напомню, смотри, вот Сергей выучил брошенную собаку, которую только усыпить надо было. Там какой-то Павел разошелся и на память оставил сына и собаку. И теперь его никуда, он здоровый, он же тянет его, только усыплять. Но она ему отдала чуть ли не бесплатно. Да бесплатно. Бесплатно. И собака хорошая. Ну и он знает свое дело. Когда мне Игорь сказал, что тут у нас парень появился называется кинолог, я иронически отнесся, а он кинолог. Да он в глаза не видел, как я тренировался в уголовном розыске. Ну и когда стал рассказывать, я увидел, действительно, у них уровень совершенно другой где-то там. Он собаки сделал чемпиона России. Я себе прикинул, а ты бы сделал, я так придумал, по его программе бы сделал, но по нашей программе какая была, у него его собаки, если у нас считалось высшее образование, сравнение с нашими, его собака может быть третий класс только стала ходить. Ты поняла? Нет? Но на картинке, на фотографии, он показал, собак пять у него в доме, он их положил, одна за другой вот так лежат, и кот, и кота положил так, батюшка, посмотрел, так они все мертвые или тохлые? Я говорю, живые. Я ни одну так бы не положил, а он однако другую начинал жить, это соскочит. и я-то думал, что я больше знаю, но я-то следовую работу вести, задерживать преступников, у них ничего этого нет, у них еще искать, он берет, вот так под носом водит, михота берет, но тут я понял, я никто против него, пять собак, там на рупяде было, да? Они еще друг дружку обнимают, то есть обнимают, и я еще пятый, и меня пятая. Вот лежат, лапу вытянута вот так на боку, и как одна лежат, как голова лежит, и кошка лежит, которая кошку, это кота этого рыжего, они гоняют, не знаю как, а тут лег лежит, как будто он свой. И я сразу понял, нет, нет, мне это не сделать. То есть, вот, надо все это понять. Не возносите. Сравнивать, говорят, сами себя с собой неразумно. Не с собой сравнивать, посмотри, там кто. И тогда думают, ты молился об этом, что тебе Бог открыл, но теперь какая твоя молитва? А это глубоко верующие люди, им Бог это открыл, ну и так далее, и так далее, и так далее. Наша задача понять, почему человек не расположен к Богу, как ему открыть это, вызвать в нем благодарность, любовь, самому не погибнуть. Вот, это никакой роли не играет. Я тебя спрошу, ты знаешь, что такое железобетон? Ты скажешь, я знаю, там железная проволока натянута, а потом так. А кто первый его изобрел? Все. Ни один не ответит. А я знаю. А что толку знаю, когда я не делаю? А Павел наш не знает. И он делает большие круги, я у него купил, там лежат четыре, которые, кольца там, там может, двойная прочность. Ехать, если сделать, через дорогу, бульдозер будет, даже нужны нету никакой. Почему? Он не учился, я учился. У меня были знания, а у него умения. Вот и разница. Оказывается, во Франции один садовник делал под яблони или под что-то там, и она развалилась. Он там решил скрепить проволоку, поставил и залил. И проволока-то оказалась внутри бетона, и теперь снял, она держит, она проволока там внутри. Железобетон-то, смысл в этом. Ну и вот. А что это дает? Да ничего не дает, но знания дает. Вот так. Надо понять, посмотреть. Давай. Продолжим. 1 Фессионокрисом 3.7 То мы при всей скорби и нужде нашей утешились с вами, братья, ради вашей веры. Толкование. Удивительное дело. Павел изъявляет им благодарное за то, что они не поколебались. Мы, говорит, не чувствуем боли оскорбей, но утешились ни в одной какой скорби, но во всякой, ибо радость о вас стала противовесом всех нужд наших. Вы, говорит, подкрепили меня. Между тем, в действительности было наоборот. Он сам, не уступая ускушением, укрепил их, а похвалу им воздает. Ибо вы, говорит, не дали мне чувствовать моих искушений. он их хвалит за то, что они не поколебались. И сам утешается, и их утешает. Не трезут скорби. Да. Ему стерпят, когда ученики вывеси нему уже развивается неволя не так. Ну, видишь, мы не испытали, у нас вот исповедник один сидит, знает, как тяжело когда гонят. Теперь он может ходатайствовать за отступивших. Так правильно я говорю? А вот Павел он был как и вы в тюрьме сидел? Ну, не так. Теперь кормят, просто не дают. А он-то был, вообще ничего не было. Мокрые стены и рука прикованная. И ни прогулки, ничего нет. Наш сегодняшнее даже сравнивать не надо. Если ты, конечно, не хулиган, не в шизосе. Сегодня в тюрьме там каждый день проверяют, моют, как кормят три раза в день, горячий чай дают, передачки идут, кормят товарка идёт, у тебя деньги есть, на лицевом счёте можешь взять. У Павла ничего не было, но тогда были открыты двери для всех. Сегодня никаким образом нету. То есть изменилось и всё. А тогда приходили ему, служили. Я бы отдал все льготы сегодняшние, чтобы только осталось одно, чтобы родные могли приходить. Я как-то сказал, там сидели со мной важные люди, у нас камера академиков называлась, директор во главе секретарей и преподаватель второй группы космонавтов Лозина Анатолий Максимович. Я говорю, давайте так предположим, они оба неверующие, коммунисты, но я с другой стороны. Вот, ну, сейчас бы сказали так вот, разделитесь, в тюрьму разделить верующие и неверующие. Вы согласны? Да, конечно, согласны. Зачем они нужны верующие? Целый день стоишь тут, молишься, на глазах не пишешься. Я говорю, я согласен. Но только между вами стена, чтобы другу не ходить. Вот, все согласились. И сказали бы, все самостоятельно, вот вам продукты, вот вам мешок изюма, вот вам 10 мешков муки, посчитали, сколько на человека надо. В течение месяца мы к вам не подходим, но только охранники будут смотреть, ну, где-то. Но вы что будете делать? И те пускай делают. А тут у нас отдельно камеры девушки сидят, отдельно парни, отдельно мужчины по разным статьям. Я говорю, рассказывайте, что у вас будет? Как? И охранников не будет, ни одного. Склады все открытые, плечи забрали. что делать будете? Первый раз шаги. ну, неверующий, что там будет? Позвали город солнца. Ну, как? Ну, тут бы сразу паханы власть захватили. Ну, сейчас показывает, на остров сказали, вы хотите поехать? Море будет, не сказали на остров. А он сидит. И что? Охранять там никто не будет. Там островок есть такой. С удовольствием. Кино показывает. Ну, и другого, третьего, они согласились. И когда в трюм-то уголовшины, когда на остров отдали, дали им там продукты, там все, и корабль поехал. Сразу же захватили все продукты одни себе, а этих вышвырнули, теперь работать. А этих-то кормить надо, а не сразу. Котел там есть. Каждый день, когда в казарму забегать будете, на прогулку-то, кто последний, того сразу режут, в котел варят и остальных кормить. И все показано, как делается. Заряди. Вот. И они ничего не сделали. Давайте здесь. А потом решили к ним привезти еще за Америки таких же. Русские-то идут на перемирие, а те с ними, война как началась между ними, а эти уже приехали, смотрят. Смотрят. И дальше они начали с автоматом и всех покрошили, и все. Ничего не получится. Вот вас оставили одних неверующих. Что? Паханы захватят власть. Ну вы-то коммунисты-то организуетесь, как Солженистын говорит. Из этих, с Украины-то, которые там, ОУНовцы, разве они позволят это дело-то? Вы же коммунисты. Ну конечно, надо было как-то, не как-то, зажать, порядок установить. А с продуктами да сразу растащат. А женщины да сразу пойдут насиловать. Все. Современная картина. У нас как? Нам сказали, делайте как хотите. Мы сразу бы узнали, кто у нас священник есть. Это самое первое. А нам бы, а им сказали, говорит, это, нам и им сказали, вам в город никому нельзя выходить, кроме одного, которого вы уполномочите. А к вам можно ходить, как к апостолу Павлу. И теперь, я говорю, что у вас будет? Это сразу бы потребовали, кто на улицу ходит, чтобы оружие нам сюда забросили. Ну, то есть, то, как есть. Они за себя знают. Я говорю, а мы бы узнали, священник есть или нет? Если нет, со свобода попросили бы одного, чтобы он приходил, делал. Значит, молодежь остается на своих местах. Мамки старшие будут с молодежью. Знакомиться, пожалуйста. У нас было через свадьбы, играть, венчание было. Вы бы через месяц, через год нас не узнали. У нас совершенно другое. В больницу будут, продукты нормы отпускать. Разница есть? У нас уже на земле преддверие рая, у вас на земле преддверие ада. Еще ты мне доказываешь, что Бога нет. Это я им доказываю. Они со мной в камере в одной сидят. Вот вы к чему привели людей? К коммунизму. 90% в гроб загоним, Ленин говорит, но 10% железной рукой доведем до коммунизма. А мы, говорим, единого не бросим. Всех приведем к царству Божию. Разница есть? Вот, который у нас, смотри, сколько кто болен, разузнают. Алексей чувствовал коллективную молитву, посещают. Все. И возьми тех, которые... Вот, пришел в храм, вышел из храма. Никто тебя знать не знает. Ни одного не знает никто. И ты, бывший здесь, идешь туда, ты совершенно чужой. Да ради одного этого только. Так это только это. Или идут занятия. Идут у нас день сайта. Представь себе. День общины. Как справляется. Как торжественно. Мне пишут. Наконец-то я увидел, как литургия совершается. По всему интернету рыскал. И первый раз увидел у вас настоящая литургия. Какой порядок. Как они одеваются, наши красавицы. Посмотри. Ну глянь, как мужчины. Мужчина. И борода у него, и пояс, и все как. Я наконец-то насладился, смотря литургию вашу. Насладился. Пишет человек с высшим образованием. Нам есть, что показать. Мы занимаемся, где занимаются. Смотри, сколько карандашей там. Слушай. Вот так. Первый фессалонкийцам 3.8. И вот теперь и мы живы, когда вы стоите в господи. толкованием не сказал мы утешились, но мы живы, показывая тем, что преткновение их он считает смертью для себя, а преуспевание их стояния и утверждения во Христе жизнью. Первый фессалонкийцам 3.9. Какую благодарность можем вы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим. Толкование. Такова говорит наша радость о вас, что мы не в силах даже достойно благодарить Бога за вас. Ваше преуспеяние мы считаем даром Божьим, ибо нечеловеческой душе и нечеловеческому усилию свойственно такое высокое чувство. Вот почему обязанные благодарить Его мы не находим достойной благодарности. Вот еще о благодарности. Последнее занятие по скайпу у нас Максим Никрутенко, молодой человек. Я его добавляю. Женщина какая-то в сережках там украшенная. А у нас я за 7 минут до занятий так же как бы пока набираю добавляю. Татьяна Дмуха два раза уже была тоже душа возрадовала, что своих начинает посещать. И она мать неверующая благодарит Игнатия Тихоновича и его канал за сына верующего. Он у меня говорит верующий, а это так. Но она понимает как сын благодарен тому, чему все это делает. Как он говорит прям А он то ли Она тебя приняла меня за тебя приняла или наоборот Ну или наоборот Да Да Думаешь о разговаривать со мной Да Но мы-то слышали там как могли Я слышал То есть мать неверующая понимает что верующий сын он видать благодарный ребенок И она радует Мне уже сколько говорю Она говорит семья Утром сами только помолимся и сразу на ваши ролики Я говорю Все смотрите Маленько не успеваем Смотрим и вешаем засыпаем с этим Это наши клиенты Мы ничего не знали Я вот эти вопросы совершенно не решал Вопрос за вопросом решается Мы совершенно другие Вначале слушать были там где они 50 сейчас регулярно в храм ходим к крещению готовимся и прочее Так сколько таких я получаю то Для нас интернет заменил сейчас практически университеты где его занятия так это несравненно больше но больше поношения тогда не знает подошел обозвал а здесь друг от друга они воруют там такое на меня поношение идет раз сатана так лютует я знаю значит попали в место там какая-то душа да вы совратили его да вот то другое но разными словами нехорошими главно образовал кто-то или наш был не вижу она сейчас ходила ко мне трудилась образовали второй сайт не сайта листик вконтакте как будто наша страница и я стою моя анкета все как будто я но доступа я туда не имею и там всякая пакость просто мерзость такая пишет я сейчас пригласил администрацию туда и говорю разберитесь она взяла ну надо мой телефон взяла и сумела убрать уничтожила не убирая их а убирая вообще эту страницу и все ну мне многие показывали вот у нас отдельно и мои они выходят мы беседуем а он отдельно там теперь это себе выставляет и допустим задает вопрос а я отвечаю я даже не еще просто отвечаю а он дальше показано о монашестве надписи и мои слова мы с ним беседуем дальше он задает вопрос о причастии о причастии о церкви крупные буквы такие как будто бы нарочничные такие дальше идет и вся наша беседа выставлена по вопросам это очень хорошо где-то ни одного слова против нету нету но это уже я его трогать не могу это его канал я ему говорю а ты не против что я выставляю так я сам выставляю нам нужды нет никакой то есть у нас очень широкий охват ну 5 миллионов это не 2 человека понятно что это где-то 8 барнаулов 8 даже больше 9 я очень благодарен кто помогал Алексей все остальные модераторы работают а я ничего не делаю и что интересно везде вот у меня в жизни каким-то образом женщины задействованы я кому-то ролик дал выставили заходит Самира Тагеева мусульманка и говорит отец надо сделать так чтобы у вас свой был канал какой канал я понимал канал где корабли идут в присталь а тут канал даже название не знал а вот так-то у вас уже не один у вас уже 5 роликов их уже канал в канал пускать-то а у меня теперь не 5 роликов а 6500 фильмов о нас ролик это фильм ну вообрази я даже не знаю у кого больше есть обычно у кого есть больше там ну 300 это как правило откуда-то они черпают их себе вставляют ну это можно ставить я не знаю по договоренности или как обычно в ютубе это запрещается брать чужое а почему потому что там платят деньги за рекламу однажды ко мне приходит один из администрации и говорит там деньги нам начислили а за что так на наших роликах рекламу понятия не имею так еще не верили там 200 что ли долларов Угу, да хоть и деньги. Так забери их там что-нибудь. Ремонтировать надо или. Сейчас опять больше 100 долларов. Не за чужой счет, а именно наше. И вот интересно, я показываю, Сергей занимается собакой, там как она может, прыгает, задерживает, посещаемость там. Ну, посещаемость там маленькая. Ну вот собаку задавили. Мы едем, собака на дороге лежит, а на нее караулит другая собащенка. Ну и мы остановились, развернулись, это снимает, ты снимал, а я пошел туда, собака лежит там, сука, а кобелишка сидит рядом. Скажи ты, посещаемость такая там, значит, кокенолог, известный, все, такой посещаемости нет, как на мертвую собаку. Вот я ставлю, когда Ян Златоуст, 17, 17 посещений. Там что-то еще такое. Наши сидим, я на полу ползаю, как мы пол моем, убираю, 1200. А там ничего нет, я мусор просто убираю, метлой выметаем в ковер, нам его нельзя, он зажатый везде. Вот еще удивительно. Дальше мы шершней выжимали, а не там, надо дерево пилить на плотине, около храма-то. А там шершней. И мы тогда пришли вечером, бензину достали, вечером уже пришли мы. Ну да. И договорились, Никита туда плещет бензин, а я в это время уже разжег, я туда факел. И все это засняли, там ничего нету. А потом, выходя, в воду черпали, заливали, все, есть. 225, что ли, тысяч. Ого. А вообще ничего и нету. Ян Златоуст, ну, 100 от силы наберет. 220. Ну, я обычно, как, комментарии отключены. Нельзя. У меня такого не было. Все комментируют. Это единственный ролик, где слушать невозможно. Каждый день баталии. Там прямо война между людьми идет. Я удалял, пробовал, бесполезное дело. Тогда Володя говорил, как бы Никите, говорю, Никита, запечатай меня. Это души, души шерстней, которые вы сожгли, они туда перебрались. Это души шерстней, которых вы сожгли, они перебрались. Да нет, они остались, потом они. Так, Володин еще снимал, а у них вот так вот дыра, а дальше вот так идет щель. Дыра просто, щель. Все замазали вот так вот, шерстник. Запинили. Да, и поставили, но на это уже так не идут люди. А там именно сжигают. Это все там сгорит. Я бы рядом в водах пытался говорить. Там ничего не горит. Это голое место. Это уже бульдозер все там размотал. Не слышат нигде. Ах вы, да какие вы. Ну, сейчас сделаешь. Давай, Сергей. Первая офисала Никитцам. Третья глава, десятый стих. Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало в вере вашей. Толкование. Заметь усиление в выражении. Все усердно молясь о том, чтобы видеть их, подобно тому, как земледелец, слыша, что возделывая им поле, изобилует плодами, нетерпеливо желает видеть его собственными глазами. Если выше засвидетельствовал их стояние, то каким образом теперь говорит, чего недоставало в вере вашей. Не всем учением они воспользовались, и им недоставало, может быть, сведений о воскресении и о другом подобном. Так же много было лжеучителей, поэтому и сказал, чего недоставало. Там, где он опасался за самую веру, говорил, послали Тимофея, чтобы утвердить вас. Второй стих. А здесь говорит, дополнить, что более относится к учению, чем к утверждению. Ибо несовершенным мы называем то, чему не достает немногого. То есть, вроде как, и утвержденные веры, и в то же время не доставало им чего-то. Ну, скорее всего, учения о воскресении колебались. Вот, можно сказать? Есть такая программа, там это, Церковь и мир. И там выступает Иларион, который заместитель сейчас, как когда-то был Кирилл, а сейчас он, Иларион этот самый. И он отвечает на письма, как вот раньше Кирилл отвечал. И письмо пришло. Можно ли, вот, не могу понять, вот сейчас идет там ювенальная юстиция, и вот забирают детей, если их наказывают родители. А как же, говорит, раньше было, ну, в письме говорится, как раньше, детей же всегда наказывали, и Библия об этом говорит. Как вы, ну, считаете, правильно это или нет, все, может какие-то изменения есть, может современность какая-то. И он отвечает, совершенно верно. Это раньше там детей наказывали, Библия об этом писала. А теперь совсем другие времена. Теперь детей ни в коем случае наказывать нельзя. Вот видите меня? Меня мама воспитала одна, и она меня никогда не наказывала. Ну, не телесных наказаний имеется в виду. Наказания там какие-то, говорит, еще можно, говорит, применять к детям, но только ни в коем случае к ним не прикасаться. А то, что в Библии описала когда-то, это было раньше. Ну, я тоже так сейчас к этому отношу. Несовершенствую в полном виде. А Смирнов, Дмитрий, говорит, наказывать надо, но редко за дело. А это даже за дело не говорили. Никак. То есть, вроде бы на нем Ириаса, и он митрополит, у него белая такая вот она, он рядом с патриархом, а вот что-то не достает. Лже-учитель. Самый настоящий. Кто любит сына, ты его не любишь, кто любит. Есть ли, говорит, такой отец, есть ли такой отец, который не наказывают, если остаетесь без наказания, который всем общее, то вы незаконные дети, суразы называется, байбаки. Это Павел пишет уже в Новом Завете. При чем тут другие? Это Новый Завет. Так он еще подсказывает, если, говорит, на теле ребенка найдутся какие-то следы, что там его наказывали, вот тут, говорит, нужно, вот тут уже закон, там и так далее, отбирать его. Чей закон? Вопрос, закон чей? Закон вот этого государства. Я объяснил, это масонский закон. А теперь их берут в малолетах, посылают в Чечев, куда в Афганистан, и оттуда гробы катят. Манкур-то делают. А что делают? Вот сейчас в Германии такое спрашивают, куда переезжать? Ну тут баптисты им где-то подсказали, в Балтайском крайне, в другое место поехали. С ребятишками. Невозможно. Не то, что наказал, а грубо сказал. Пришел и сказал, ты что, посуду-то не помыл-то? Ребенок пожалался, все. Это безумно. А почему? Я говорю, а почему мусульман не отнимают ни одного ребенка? Я сейчас не могу сказать, кажется, 2,5 миллиона детей отняли во Франции в одной. Миллиона. А их детей отдают в другие семьи, а настоящий родитель, у которого отняли, он должен за него платить и кормить, и все. И свидание один раз в году на каком-то расстоянии. Присутствие полиции. Ну понятно, что сатана. Я говорю, почему мусульман, мусульман, почему ни одного еврейского ребенка не отняли, ни цыганского. Вот три неприкасаемые. Три. Первая, потому что это они, это их программа. Антихриста восстарить. Еврейский народ. А эти, эти дружи живут между собой, знают друг друга. У каждого тейп свой. Ну вот и все. Цыгане, ты не думаешь, что они безмолвные? Попробуй тронить. Там такой гвалт поднимут, они там наркотиками глаза выжгут. А у нас никого забрали, а туда ему дорога. А как воробьи щерикают? Расчерикались, а я же пролетел. Кого взяли, Ваньку? А туда ему дорога. Дальше щик-черик. Это Лев Толстой пишет. У нас около института в Красноярске, напротив ЦУМ. И там такой здоровенный цыган, и цыганки, и вот колдуют-то все. А в этот ЦУМ здоровенный туда народу со всех сторон, там несколько входов. И он такой стоит представительный, туда-сюда ходит, и они вокруг него... Ворон, ворон. Да, и они вокруг него к нему подходят. Я-то раньше не знал, они ему, кажется, выручку отдают все. Раз, и к нему принесла. И милиция подъезжает, и вроде что-то с ним поговорили, он так важен, отойдет, отойдет. Они его раз и в машину. Как откуда ни возьмись, их понабежало. Так это советская власть была. Они его отбили. Натурально прям отбили от милиционеров. Милиционер, да ладно вы, бабы, куда вы тут лезете? Они его раз-раз сюда. Он только шапку сбили с него немножко. Он шапку так важно поправил. И так идет, идет. Они его подтолкнули. Давай быстрее отсюда, давай. Так смешно. Два полюса. На одном еврея, на одном цыгане. Гитлер ударил по обоим полюсам. Цыгане были на уровне евреев. Он всех сжигал. Нация паразит. Она ничего не делает. Нигде не производит. В школу ни один не ходит. Ни один. Их ничего не могут. И детей не отнимают. А с чего вы взяли, что цыгане в школу не ходят? А? С чего вы взяли, что цыгане в школу не ходят? Ходят. Не ходят. Вот они берут сегодня в порядок. У нас в школе были цыгане. Ну, может где-то ходят. Ну, показывают. Наркотиками все, везде это захватили. За какого класса? И арестовывают. Наркотики наши, они взломали там. У них по порядку. Если взяли, вину берет на себя бабка. Остальные дома. И бабка этого второй или третий раз идет. Остальные ревут, плачут. Дома остается. Когда всех по порядку завернут, а эти дети там к следующим переходят. Ни один в школу не ходит. Дети выступали. Он говорит, дети, как ходят в школу? Ни один. Целый тейп огромный. Я могу посмотреть, то ли в Кургане или где. У нас были, ни один ребенок не ходил. Где они ходят в школу? Не знаю, где ты видел. У нас был один цыганенок, поступил в группу джидо. Я джидо занимался, как Путин. И этот цыганенок, его как-то приняли. Дали ему кимоно. 11 лет ему было. Такое короткое все. И он, когда боролся, у него такая злоба необыкновенная. Ему нельзя с людьми рядом находиться. А ему дали с другим спарринг-партнер. И вот он раз, его положили, и там руку заломали. Он проиграл. Так он весь в слезах ползает там. Умоляет, чтобы это неправильно там все было. Рвет там что-то, мечет. Их вообще рядом ставить нельзя. Его уже раз развели судьи уже в угол. Он как дикий звереныш. А ты, говоришь, учится в школе. Да ты что? Я тебе еще врать буду. Я уже учили в 8 классе. В 8 классе. Я не против, что учится. Мы только где вот были. У нас не верили. Метис был цыган. Метис. Да, скорее всего. Во время Хрущева решили их приопределить. Дайдать. Ну что ты? В колхозе. Ты прав. Я один не работает. Но дали лошадей пасти и коров. Ну, пастух и он на коне. А наши пешком русские. Ну, он только выехал. Исчез нигде нету. Ну, я один на поле. Ты дальше-то ничего нету. Коров гнать. Вот он на коне. А дояльки приезжает доив. Там, где у нас озерко подальше. Корщина это. И вот он, горцовик на коне. Где ты был? Нету. Ой, батя, поехал. А там такой на меня зверь выскочил. Конь испугался. Я только сейчас умел вернуться. Все. И ничего с него взять больше нельзя. Не работает. Попробовали на комбайн. Не идет нигде. По деревне ходят. Яйца у куриц. Все таскают. И моя тетка Палайга и Дмитриевна и говорит. Ты же цыганку захватила там. И говорит. Ты тебе не стыдно? Она говорит. А ты где работаешь? Она говорит, я за племенными жеребцами ухаживаю. А тебе не стыдно? Да как? Я работаю. А нам работать стыдно. Нам нельзя работать. Почему? Потому что когда Христа распинали. Там пять гвоздей было. И один гвоздь цыган украл. А увидел муху и говорит. Он на лбу-то ты уже забыл? Что забил-то? И тогда Христос прошептал. Вам разрешается воровать. И мы поэтому делаем все по Евангелию. И все это в Евангелии написано? Нет, мне цыгане рассказывают. В поезде едут. И все это в Евангелии написано? Конечно. Иначе бы гвоздь забили-то. А он его гвоздь от Урала. Видно, что как... Великолепно просто. Евангелие от цыган. Интересно. Я с ними беседовал. И вот я иду, захожу в Большой ЦУМ, в город Пенза. Только вот так захожу, шагнул и остановился. А со мной брат. Одна меня увидела, а другой. И они вот огромные там такие столбы. Они за столбами все спрячутся и вот так смотрят. Они бесноватые. За столбы. А их-то много. И они за одного столба, а другой друг за другом. Ни одна не выходит. Я с ними беседовал. Беседовал очень хорошо. У нас Юра Михальков был. От Баптистов. А Ликкина Нитуху. Он, кажется, три срока отсидел. Вот на аппаратурном заводе инженером работал здесь. Ну, дорога едет и цыганка ворожит. Так. Ну, сколько там? Десятку дать тебе. Я сейчас скажу, что у тебя в кармане есть. И говорит, у тебя там копейки есть. Петушка там, Тараняко, Алтын там и прочее. Выкладывает все точно. Как что хотел. А скажи сейчас, вот куда я еду. Ну, она посидела маленько. Говорит, ты ешь туда-туда-туда-туда. Все ему разложила. Но это же интересно людям. Ну, он сидел Юра Михальков, Юрий Иванович. Представительный такой. Ну, по комплекции вот такой примерно. Еще даже может. И он говорит, три вопроса только. А четвертый она не разрешала задавать. И он ей три вопроса задал. Задал. Не сказать. Говорить не надо было. Она разгадывала. Вот что. Как она взяла руку по руке. Потом как бросила. Еще захотел. И отошла, легла. И больше другие стояли тут. Больше никого больше не стало. Тогда они уже к нему. Мужик, а что ты ей задал такое-то? Ну, говорит, а вы ее спросите. Они говорят. Я первый вопрос задал. Скажи, какой силой ты это делаешь? Ну, и что? Ну, это экстрасенсорика. Да нет, это сатана. Это дьявол. И второй вопрос я ей задаю. Скажи, какая плата за то, что ты сама это делаешь-то? И что тебя за это ожидает-то? Ну, что ожидает? Огонь вечный, говорит, ожидает. Колдуны все пойдут в ад. И она должна была ответить. Потому что вопрос задан. Деньги на кону. И ни одному больше не стало говорить. И третий вопрос, что он ей задал, что будешь мучиться вечно или не вечно, кажется. Она должна ответить. Выхода оттуда нет. А ему, разве можно в бактисту верить? Можно. Это честный человек. Инженер аппаратурного завода. Три срока отсидел из отделенных бактистов. Здесь уже на улице молодежная. За веру сидел. Ну, я приезжал к бабушке к моей здесь, на Восточную-3, около железнодорожного вокзала. И у ней на подселении, в домике, летняя кухня, жили цыгане. Всей семьей. И я маленький был тогда, помню. Где-то она 7-8 лет. И маленькая такая же цыганочка была, девчонка. И она меня учила. Ну, она же не понимала, кто я такой. Цыган, не цыган, видать, еще не научилась. И мы с ней там играли, все. И она меня обучала. Я, значит, за прилавком стою. Она, значит, подходит. Как ее, видать, мать учила, я теперь понимаю. Я тогда-то не знал. И как нужно обмануть, чтобы кусочек мяса тебе достался. Забурить мозги продавщицы. И там что-то 250 грамм нету, давай 300 грамм. И так, это такая игра такая интересная. И правда, мозги, ну сколько, грязь, чего. Вот я тебе уже все давно отдала, взяла и пошла, все. И еще миловато. Она тебе это не отразилось? На меня? Мясо? Меня обманывают с тех пор тебя? Меня? Когда она тебе вместо 3 тысячи 2 рубля даст? Нет, цыгане меня не обманывают. А вот работодатели часто, они хуже цыган. Я не говорю тебе, что с ними можно говорить, но только так, чтобы до конца договориться. Я им сразу сказал, что вы будете в аду, и ох, они не хотят слушать никак. Ну я по-вашему тоже поступал здесь с цыганками, разговаривал на базаре. Да? Да. Одна такая грузная была. Ну там продаются всякие там эти шурпалерты, пилы. Я подошел с ней поговорил, тоже так же рассказал. Она тебе не дергала за волосы, за ворвую? Нет, 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 она глазенками посмотрела, встала, ушла. А потом я в следующий раз опять иду, тут же все рядом жил, покупал. Опять иду, а она опять сидит, думаю, так, что бы ей сказать-то? Пока я думал, она какой-то знак сделала. Вот так раз, и вся улица чистая, ни одной цыганки не было. И сама повернулась вот так раз, а там контейнеры эти, какой-то из-за контейнеров или что. Короче, потерялась и нету этой. А потом я уже купил, уже вышел через дорогу Ленинский, перешел, смотрю, опять сидит там, ну, рядом с этим, тысяча мелочей. Выход только один. Или свидетельствовать, или не подходить. Выбора никакого больше нету. Они, как правило, курят, сквернословят и воруют. Поэтому у них платье одно, второе, третье. И у каждой карман вот такой примерно. Она туда все складывает. И даже не забыли, что у них эти карманы, юбка, как у архивия рукава. У меня мама все отдала. Зашла цыганка и попросила дверь. А двери же раньше открытые были, а мы на первом этаже летом. И раз какой-то шорох. Мама туда раз, она стоит там. Ой, да я вот тут дверь открыта у вас, я вот туда-сюда. Ну, видать, что-то хотелось. Мама такая, а что там? Да вот я тут детишкам собираю, надо там пальто там. Все, ну, мама, давай там шариться там что-то. Ей не это надо было. Она там, ой, дорогая, да как же ты живешь, да. Вот тебе нужно, может, тебя с глаз какой-то вижу. А я маленький был, мне так интересно это все. Тетенька и мама начинают с ней разговаривать, главное. Мама такая настороженная. И она и начала там это, давай я тебя сейчас. Вот чувствуешь? Она что-то, мама, да-да, чувствую. Вот у тебя деньги-то есть вообще? Мама такая, да-да, есть. Ну, неси. Принесла там кошелечек этот. Ну, у тебя какие там вот денежки? Давай вот сейчас нужно зеленого цвета там. Это тройбам был такой зеленого цвета. А теперь зеленый, мало-мало, я вижу тебе мало. Нужно еще завернуть там красного цвета. В десятку завернула. Потом дунула, вот так плюнула, и нету ничего. Ни сыганки, ни я. Я тебе принесу завтра в три часа. И в три часа ровно пришла соседка. 1 Фессалоникийцам 3.11. Сам же Бог и Отец наш, Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам. Толкование. Если уже в послании апостол влагает свою молитву, то этим показывает, что Он и у Себя молился о том, чтобы увидеть их. Вместе с тем и оправдывает Себя, что Он находится вдали от них не по нерадению, как бы так говоря. Сам Бог, да прекратит искушения, отовсюду препятствующие нам идти к вам прямой дорогой. 1 Фессалоникийцам 3.12. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам. 1 Фессалоникийцам 3.12. Видишь ли, неудержимый порыв любви в том, что Он молится о них, чтобы Господь исполнил и преисполнил их в любви. И не только друг к другу, но и ко всем. Ибо в том и обнаруживается любовь к Богу, что она стремится обнять всех. Если же ты одного любишь, а другого нет, то это любовь человеческая. С нашей стороны, говорит, она уже есть. Просим, чтобы на будущее время была и с вашей стороны. Нас имейте мерой и образцом любви. «Люби меня, как я тебя» Песня такая. Помни о магнии. Хорошо. Продолжим? Ну, смотри. Пример может быть и Анафарна с Давидом провести. Образец любви. Ну, почему и Анафарна так Давида полюбил? Там же не говорится, что Давид полюбил Анафарна, а и Анафарна Давиду полюбил, как свою душу написано. Я в Америке был, спросил, говорю, «А у вас сыган много?» Они говорят, «А нету». Как-то им запрещено есть. Тема поднялась. У тебя она. Ты чего пищешь-то не мог? Ключи на картофан. Ты много берешь на себя? Да сколько можно уже? Да ну и что тебе? Сколько можно, цыган? Пять минут говорили? Ничего. Когда-то о цыганах мы говорили. 3.13. Поехали. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим пришествия Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Толкование. «Апостол показывает, что любовь приносит пользу им самим, а не тем, которых любят. Да преисполнит вас Господь любовью, чтобы утвердить сердца ваши. Под Господом разумеет Духа, как и истолковал это Василий Великий. Ибо кто другой утвердит непорочными пред Богом и Отцом пришествия Христова, как не Дух всецело? Не сказал, утвердит вас, но сердца. Ибо из сердца исходят злые помыслы». Матфея 15, 19. «Ножно быть злым, не делая никакого зла, как то? Быть завистливым, коварным, злопамятным, держаться превратного учения. Итак, когда действительно непорочен человек, когда он очищает свое сердце, тогда он имеет и святость. Ибо, хотя святостью главным образом называется целомудрие, как и нечистотой блуд и пролюбодеяние, то вообще всякий грех есть не чистота, а всякая добродетель святость. Апостол желает, чтобы они были непорочными пред Богом и Отцом, как теперь. Это и есть настоящая добродетель пред Богом, а не перед людьми, так как человеческое суждение шатко. Так в пришествии Христова, ибо Он нас будет судить пред лицом Отца Своего. Итак, да будете, говорит, непорочны, как и все святые. Третья глава закончилась. Вопросы? За малым делом исполнить. 1 Фессалоникийсам 4.1 «За сим, братья, просим и умоляем вас, Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». После того, как я сказал вам, говорит о том, что прилично слушать, далее послушайте о том, что всегда необходимо слушать. За сим, это и значит, что есть всегда, то есть всегда и непрестанно. Смотри, какое смирение. Не считает себя достойным веры, даже и в предметах увещания. Но от Христа предлагает слово говоря. Христос вас увещевает через меня. Слово «приняв» относится не к словам только, но и к делам, ибо и делами Он учил. В чем же мы умоляем? О чем же мы умоляем? Чтобы вы более преуспевали. То есть, чтобы вы старались сделать больше того, что требуют заповеди, и восходили бы выше постановлений. Подобно тому, как земля производит не только то, что в нее брошено, так и душа не должна останавливаться на постановлениях, но восходит выше. Ты сколько раз отосчитал? Сознайся, сын, еще тебя бить не буду. Как помнишь, папаша, бить будете? Смысливый вопрос, знаете, помнишь, нет? Да, конечно. Собачье сердце. Вы говорите, вот это именно место? Вот это, что я сейчас прочитал. А, вот, столкнование. Ты считал, когда это или нет? Ну, конечно, считал. Так мы уже который раз проходим, это уже третий начали. Как Игорь у нас подсадим, мы эту игру. Занятия идут у нас здесь после богослужеба. А то идут занятия по скайпу, идем-то тоже самое-то. И отдельно мы сейчас начитаем еще с небольшими комментариями. Это у нас одновременно сейчас идет три копировки этого. И нам нельзя не знать. Нельзя не быть православными. Мы, как и архиерея наша, обо мне сказала, он говорит, супер православный. Иртихий наш. Да. Так. Сегодня, сказали, будет богослужение в пять или што часов у источника под Барнаужской тюрьмой. Вроде бы так будет митрополит. Не знаю. Меня спрашивали сегодня, пойдете я никогда. Так это, там, говорит, начали работать. Это же вы все раскачали-то. Не знаю. Ну, я говорил. Людей водил туда знатных, с Москвы. Может, кто-то что-то сказал. Там монохида расстреляли. И там гора высокая, где-то тюрьма-то стоит. И оттуда они тогда решили свозить там со всего города мусор. Один мусор. И она вымывает быстро и его опять течет. А как его забить? Советская власть не нужна поправиться. А сейчас они поставили статую. Статую это рисовал Андрей. Рисовал, говорю, это. И вырезал из дерева. И рисовал тоже. Сколько-то он сказал, там тысяч заплатили. Ну, много. 60. Они в домоек делали его. Он больше роста человеческого. Обещали сто. И сейчас там священник Виталий будет строить то ли число, то ли храм. Строит уже. На том месте. Там очень люди, которые... мы воду берем и варим на ней и все. Она чистая вода течет. Хоть и мусор, да? Нет, чистая. Там много песка только. Давайте. Если время не кончилось. Первое. Фессалокийцам 4.2. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Толкование. Повеление касается таких вещей, которых должно избегать. Совершение которых влечет за собой наказание. А несовершение нисколько не заслуживает похвалы. Между тем, есть некоторые дела, которые не должно повелевать. То есть, не навязывать с угрозой, а предоставлять их на волю слушателей. Как, например, раздаяние имущества и девства. Ну да. Кто может вместить, говорит Господь, да вместит. Матфея 19.12. Вероятно, Павел о некоторых делах дал им повеление с большей угрозой. Поэтому он и не излагает этого здесь, а только напоминает им. И опять от имени Христа. Не мои, говорит повеление, но Христа. Так что его послушаетесь или отвергнете. 1 Фессалоникийцам 4.3. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Толкование. То есть, целомудрие. Везде он заповедует об этой добродетели. 1 Тимофеев 5.22, 1 Коринфянам 6.6, Евреям 12.14. Ибо особенно сильна страсть и требует поэтому многих и постоянных лекарств. Много различных видов этой страсти, о которых и говорить не сносно. А потому просто сказал от всякого блуда. сосудом называет тело. Когда мы воздержаны и тело бывает чисто и мы владеем им. Когда же оно не чисто грех владеет им. Ибо что он повелевает то тело и делает как раб. Собственно тогда оно бывает в чести когда бывает целомудренно. в чести что такое в чести в чести в чести или в чести в честь в честь в честь а честь какая приблизительно тоже вопрос как понять честь чистоте продолжим 1 Фессалоникий 4 глава офицеры говорили честь имею что это такое значит и коммунисты страшно это ненавидели когда они говорили честь имею и так еще белогвардейцы я их за это страшно любил то есть совесть имею это так совесть имею поэтому первая мировая война была уже не второй мировой войной потому русские проиграли что честь имели а кто должен выиграть а кто у кого больше ненависти и злобы где больше сатана летует вот те выигрывают вот советская власть и победила фашистов у фашистов было больше честнее чем у коммунистов а коммунистов до сих пор не судят и мы живем во всем этом азюганов спокойно выступает и говорит да мы не те уже коммунисты не мы те только вот одно я не могу понять зачем они вот эту церковь гнали и не может понять шкура неумытая что уже церковь не та была если бы он тут знал хотя бы российскую российскую церковь привет царь и батюшки он бы так не говорил они то были действительно за монархию поэтому их начали убивать еще революция как следует не началась вспомните киевского митрополита Владимира его уже убили в самом начале 18 года еще ничего не понятно было уже начали убивать почему потому потому что не было чести у этих гадов в образе людей и кстати хочу сказать многие офицеры царской армии ну они вроде военные все они до такой степени вот это вот честь имею было что они даже не пошли в белое движение потому что это была уже не монархия это было не государство российское то есть то что они хотели видеть то было развитие от бога а это непонятно от кого и их стреляли просто убивали расстреливали десятками тысяч приходили забирали они дома жили спокойно не могли же они сдать чем дело закончится дедушку тоже убили застрелили и моего тоже прадедушку тоже священник же а мой офицер полковник фортификационные сооружения типа Карбышева 1 фессалкистом 4 глава 4 и 5 стихи чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести а не в страсти похотения как и язычники не знающие бога толкование таким образом грех бесчестие обрати внимание на слово соблюдать оно показывает что целомудрие требует обучения и подвига где же манихеи и марки и они жалующиеся на природу далее суще а не в страсти похотения то есть не в желании заключающим в себе страсть ибо есть и бесстрастное желание каково желание божественных дел или что все возбуждающие похоть он или что все возбуждающие похоть он называет страстью похотения как то роскошь богатство праздность и нерадение каждая из них может быть названа страстью похотения таким образом если мы желаем быть целомудренными то мы не должны дозволять себе никакой страсти возбуждающей похоть далее суще как и язычники не знающие бога то те которые не знают бога не имеют надежды и на воздаяние поэтому все делают в свое удовольствие вопрос вот как раз слово когда сейчас говорят там священники тут большая опасность равноверие язычество сейчас возрождает в России и то другое это говорит опасность номер один мне вот это не дано понять я почему-то считаю если отчетка так священное писание сказала вопрос решен ничего они не делают опасность в другом внебрежение о правде божией внутри церкви вход в церковь неправильный нету рождения свыше а язычники были и пришли ну а что они язычники они умерли прах и пепел вот они говорят что там захваток вы почему боитесь потому что язычники внутри вас церкви я стал думать вы боитесь отчего что они все к ним перейдут потому что вы их на язычном уровне держите их еще не держат ничего а вы знаете как вас дипа я стал думать а как так такое время и на язычниках и вот я пришел к выводу есть такая нация которая нигде не будет работать своими руками в России ни одного тракториста ни одного шахтера ни одного никого нету почему потому что они призваны управлять не трактором а миром и вдруг говорят вот приезжают они в разных странах я так воображаю и говорят ну как вам можно жить а ты где в России ну Россия это лакомый кусок 72 года нас работали а тут сразу Березовские обрамовища все перегнали к себе в Америку в Израиль ну но везде нас ненавидят так говорят ужасно как говорят а у вас и там нас ненавидят так везде ну кто бы кому понравится ограбили ребята надо что-то делать с этим это ненависть направить против них я так думаю я молюсь и мне кажется как как они ненавидят да это все а христианство ну христианство они так относятся но есть такие люди которые прям вот лопаются ненавидят наш класс ну конечно так вот теперь давайте людей найдем и скажем что все у русских то было бы хорошо если бы они Нептуну поклонялись Перуну и были как есть но виноваты именно эти люди они им своего Бога подсунули у них вся религия такая идет от этих людей то есть на этой ненависти это все на которую направляют а теперь они скажут у христиан то все оттуда идет а то вы виноваты они сейчас бросились на русских а кто их натравил на этот ну не осталось ненависть к тому народу так и осталось но теперь они все делают против русских против обычаев против всего что только есть а вы знаешь откуда я это узнал Левашова слушал он не об этом хотя говорил но тут понятно было и они-то написали книги все показали что у христиан все идет из Израиля вся вера христиан жидовская и поэтому к чему проповедуете они бросили то что рядом а те кто недосягаем они не знают ничего на ненависти сыграли создали как в фильме 12 говорите еврейские штучки Никита Михалков вот это они сделали это умышленно целенаправленно возрождение язычество на ненависти к евреям поосновано вот я так это вижу и люди которые ну не понимают не верят они ничего вообще не знают не понимают и поэтому они все сейчас извращают выворачивают любыми путями на ненависти к евреям которые отходят все до одного которые знают ненависти к евреям а как наоборот надо благословлять их их ворами и тогда Бог нас благословит а что они говорят ограбили все правильно и что так почему воевать надо воевать с ними надо смертным боем мусульман и как оружие одно только любовь любовь помоги ему заступись засвидетельствуй расскажи они очень благодарны когда ты им где-то добро сделал они тебя на хрое свето найдут отблагодарят это единственная нация которая знает такая в ней благодарность даже самое малое что ты сделал они обязательно постараются другим накажут ему помогите где он может хотя в общей массе они нас не уважают вот я опыт передаю какой бороться надо но бороться только любовью показать что со Христом лучше быть чем с вашей ненавистью и с мусульманами бороться надо но только любовью вот я в лагерь ходил в тюрьме когда там сидят и мусульмане попадаются разные и я в первую очередь старался помочь им бумагу дать евангелие там где-то походотайствовать любовь это самое неотразимое самое нержавеющее орудие когда что-то будет все у тебя сержавеем а ну-ка моя Адни идите сюда в этот край зови там вторых куда пошел ну-ка иди сюда и достань где ты был или туда азади где там еще кто зови сюда молиться все вместе надо да можете вот вместо свободного смотрите сколько вот туда сзади становитесь проходи у нас это очень важный момент молитва там кто остался там кто-то есть еще двор не вешайте туда уже оторвется еще раз давайте сюда не надо это вешать так ладно благодарим Богу достойная всякого истину вложите тебя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего чистнейшую Херувин и славнейшую без сравнения Серафим безыстрения Бога Слова родшую сущую Богородицу Будь овеличаем молитесь молитесь сигнал тихон помоги Господи Отец наш небесный Господь и Бог мы предстали перед твоим величием ты дал вам власть быть и не только называться детьми Божьими благослови нас Владыка мы так много слышали о твоей любви помоги нам все слышанное исполнить благослови нас благодатью Духа твоего Святого чтобы не своими человеческими эмоциями мы движими были но по заповеди твоей полюбив тебе благослови израильский народ дай им мир Господи и обрати их на истинный путь чтобы они приняли тебя как Мессию и Бога мы благодарны тебе за этот народ который сохранил для нас Слово Божие ибо великое преимущество быть иудеем милости твоей не отнимай от этого народа защити его и нас благослови утише воюющих научи нас видеть свои грехи очисти омой и убили чтобы в чистоте сердца мы дали место тебе любящий наш Господь и Бог Иисус Христос тебе Владыка неба и земли слава Отец Сын и Святой Дух Аминь Аминь Господи прими нашу молитву воздьяния рук как жертву вечернюю благоухание приятное перед престолом благодати твоей Владыка и соедини нашу молитву с молитвом всех святых молящих тебе на небе и на земле услыши Божий всемогущий и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам Господи Вседержитель благослови всех заповедующих нам молиться болящих покинутых одиноких убиваемых детей твоих благослови их и сохрани правителей наших от покушения на них во всем мире даруй мир твой святой исполни благодатью Духа Святого Патриарха епископов священников и пасмут каждому дару рождения свыше водительства Духом твоим святым тебе слава за все Отец Сын и Святой Дух Аминь Аминь Говори Господи Владыка слушает и дослышит раб твой Аминь Во славу Божию Спасибо Спасибо